Дорогие друзья, всем привет! Я вернулся, у меня целые выходные не было, они были очень насыщенные эти выходные, если вам интересно, сможем поговорить об этом на стриме. В общем, друзья, сегодня будет стрим, я буду пушить кубки и на 700 трофеев отстаю от Ауру моей Сереги, у нас с ними челлендж, кто не в курсе, до 20к. И сейчас я нахожусь на аккаунте ТОП-1 мира на БИТе, друзья. Давайте я вам продемонстрирую список лидеров, местные бойцы и выберем персонажа 8 бит. Короче, я в начале ролика вам показал местный ТОП, а не ТОП мира. Сорян, друзья. Скор 1600 кубков. Ссылочку на данного автора, хозяина, я оставлю в описании. У парня есть YouTube канал свой, он тоже снимает Brawl Stars, поэтому если вам интересно, как он играет, ссылка в описании, друзья. Я же покажу вам один поединок, возможно, его и парочку каток сыграю сам. На аккаунте 1600 трофеев, подбор соперников, блин, около 10-15 минут. То бишь, блин, ну за час можно сыграть всего лишь 4 катки, если ты проиграешь хотя бы одну, минус полчаса. И по поводу предыдущего видоса, я только сейчас заметил, ребят, реально, немножко тупанул, прогнал. Ролик был записан, где, что будет, если не заходить целый год в Brawl Stars. И там чел не заходил 90 дней, и я реально не догонял до сегодняшнего момента. А потом почитал комменты и такой, лоу, 90 дней, год, алло, это 3 месяца. Но я просто не проверил, мне модератор писал, вот, холодик, я целый год не заходил, сними про это ролик. Я, а, 90 дней, давай, окей, сниму. И у меня просто что-то в голове казалось, что это 9 месяцев, и я округлил как год. Но, короче, немножко прогнал, просто поясняю за предыдущий видос, ребят, сорян. Но, кстати, есть аккаунт, на котором онлайн в последний раз было 370 дней назад. Если вам интересно, напишите в комментариях, прямо сейчас, пойдите в комменты, скажите. Холдик, да, интересно, запиши на аккаунте, который не заходил 370 дней, и задонать там, и открой сундуки. Если да, напиши об этом коммент. Все, ребята, лайкос на удачу, погнали сейчас посмотрим, как 1600 кубков поднял скор, и погнали же поиграем сами. Рекламная пауза. Понимали, ребята, за второе место дают плюс 3 кубка, за третье место 0. То есть, представьте, как сложно апаться. За 5 место минус 2, за второе плюс 3, за первое плюс 5. Ну, первое нормально. Давайте посмотрим какой-то поединок, где он взял именно первое место. Очень интересно, каким способом апается. Естественно, я не сомневаюсь даже, что он тимится, но, тем не менее. Давайте посмотрим. Я сейчас посмотрю буквально одну каточку, и потом пойду сам в бой. Ага, затимились с бумчиком. Так, Сэнди уже затимилась, офигеть. Офигеть, так. Пэм затимилась, Бит затимилась, сразу нахер. Раз, два, три, четыре, пять уже игроков в тиме. Кошмар. Спайк не хочет в тиму, минус Спайк. Ну, мне интересно, да? То есть, вроде как все затимились, но он взял первое место. Серега Скор, зовут Серега его. Опять же, в описании ссылочка, чекайте, ребят. Так, уже минус один Бравлер. Осталось 9 бойцов. Но пока, пока все понятно. Они отстреливают те, кто не попали в тиму. Это ничего такого особенного и сложного. Мне самое больше интересно, это что в конце происходит. Что надо делать, чтобы вот из тимы пять человек остаться последним. Так. Пока что... Жаль, нельзя перематывать повтор. Пока без всяких происшествий никого они не убивают. Просто отстреливается. И пятером... Опа, опа, нифига. Леон такой быканул нормально. Смотрите, почти убил Брока по кодс ЛПМ. И они его не убили. Вот лохи, капец, я в шоке. Леон красавчик. Ну, это уже все. Зажали Розу. Никуда она уже не денется. Вдвоем. Я, как говорят у нас, в уртом ебатька. Легко быть. Поэтому вдвоем, конечно, зажали. Минус Леон. Все-таки дожали Леона. И остался, походу, последний боец. Нет, это еще два. Еще два. Это Спайк, еще кто-то. И Пэм. И все, и они останутся пятером в центре. И что будет происходить, сейчас увидим. Итак, смотрите, осталась Пэм. Осталась Пэм. Вот ее сейчас убивают. Но она сама сдохнет. И вот что, что сейчас произойдет? Смотрите, какая толпа. Все, они между собой сейчас будут херачиться. Вот, у него даже мало ХП осталось. Ну, то есть, покоцали их. А, они разделились еще на две тимы. То есть, Сэнди. Лол. Это ну нах. Воу, воу. Битак, кстати, пассивка крутая. Вторая жизнь. Смотри, он... Смотри, он Сэнди не крызит. Хм, охренеть. Это многого стоит. Вот так вот. Ну, тут ХП больше у него. Да, он выиграет за счет того, что ХП больше. Блин, отличный поединок, друзья. И причем у него топ-1, это не случайность. Я вам показывал. До этого там еще были топ-1. Вот, смотрите. А, блин, данная поединка. А что я попасть не могу? Данная поединка. Вот, топ-1, 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 топ-1. Офигеть. Ну, что ж. Я спросил, он посоветовал мне играть чисто в ШД. Вампиризм не трогать. Поэтому, друзья, как только мне подберется соперник, я сразу же продолжу запись. Ну, а вы в то время напишите в комментариях, как вы думаете, следующий поединок я выиграю? Точнее, поединок я сейчас выиграю или проиграю? В общем, увидимся, когда подберется соперник. Итак, друзья, я уже 9 минут сижу. И вот последний соперник подобрался. Поехали сейчас. Сейчас попробуем затащить. Я, конечно, не умею играть вот в подобном формате тимминга, но буду пытаться. Что, тиммимся со всеми? Не знаю, как получится. У меня вторая жизнь. Это проще на бите, на самом деле, чем другим участникам. Так, меня пустят? Так, хорошо. Эй, тихо, 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 тихо. Меня пустили? Так, хорошо. Я надеюсь, меня не закрысят, ребят. Я, по крайней мере, ну, стараюсь сейчас делать все то же, что делал и он. То есть я сейчас в тимме нахожусь. Блин, куча спайков. Мне это не страшно. Не страшно, что они меня сейчас закрысят. Я стреляю в сторону просто в никуда, лишь бы они понимали, что я в их тимме. И все. Не больше, не меньше. Короче, я реально очкую, ребят. Но у меня есть вторая жизнь. По крайней мере, от крысы меня спасет. То есть, если меня кто-то закрысит, возможно, а потом того чела закрысят. Ну, я не знаю. Без понятия, друзья. О, Шелли, Шелли. Однозначно Шелли надо убить. Блин, 10 минут поединок ждал. Не хочу умирать в десятом. Это трэш. Это минус 12 кубков, я думаю, где-то. Так. О, 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 Кольт с ультой. Подальше, подальше, подальше. Так. Девять бойцов осталось. Ну, я пока держусь. Ничего особенного не делаю, но держусь. Посмотрим, какое место займу. Может, я неудачник. Ну, просто я видел его игру, и у него все получилось. У него неплохо, он затимился, его не убивали. А у меня такое чувство всегда, что меня убивают. Что я не так делаю, я не знаю. Ну, пока вроде все ок. Так, все, минус Шелли. Так, что дальше? Что делаем дальше, друзья? Надо семь бойцов, отлично. У меня уже не последний, уже неплохо. О, 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 О. Так. О, Мочилова, Мочилова. Так, хорошо. Тихо, нет, только не я. Только не я. Тихо, тихо, тихо. Так, ну, смотрите, вторая жизнь, вторая жизнь. Вот о чем я говорил, да? Вторая жизнь очень, очень спасает. Смотрите, топ-2, друзья. Ну, погодите, я еще, еще не проиграл. Может быть, я затащу. Так, у нее 7400 хп, у меня 6800. Она хочет именно через дым выиграть. Я ее не догоню никогда. Это, блин, если бы не... Да. Короче. Блин, она выиграла только за того, что у нее больше хп. Но, ребятки, тем не менее, тем не менее, плюс 3 трофея. 35-й ранг. Ну, знаете, что я скажу? На бете реально интересно играть. То есть, у нее вторая жизнь. И вот, когда в подобных ситуациях ты можешь попасть... Ну, когда ты тимишься и можешь попасть в ситуацию, где тебя закрысят, у тебя есть шанс на продолжение игры. То есть, крысу убьют, а ты останешься жив. Охрененно. Реально, вот этого иногда не хватает. Типа, ты чуть-чуть там не дожал или еще что-то. И бац, ты возрождаешься. Какая же читерная пассивка у данного персонажа. Давайте, друзья, посмотрим лучше еще один поединок. Потому что 10 минут подбора это просто трэш. Давайте просто сравнительный какой-то еще бой посмотрим. Вот, топ-1 опять же. Мне кажется, тут реально решает пассивка. Очень жестко. Просто трэш. Кстати, карта, по-моему, уже та же, да? Давайте смотреть. Сначала, конечно, оно очень скучное. Потому что это тимминг. А вот концовка. Концовка реально интересная. Как же быть, чтобы тебя убили не первым? У меня еще очень сильно болит голова, ребят. Не знаю, это видно на видео или нет. Я просто двое суток не спал. Короче, у меня такое состояние ужасное. Что-то я... Ну, вроде поспал сегодня ночь нормально. А до этого два дня в дороге был. И проехал 1500 километров. Столкнулся с невероятными приключениями. Короче, со мной такие ситуации произошли странные. Очень. Поэтому... Ну, не знаю, может, на стриме вам расскажу. Фух. Поэтому чувствую себя не на 100% хорошо. Надеюсь, к вечеру будет лучше. Потому что я спланирую сегодня стрим. Так. Ну, по классике жанра. Они в центре. Только единственное, что прикольно. Их не так много в тиме. Три человека. То есть это реально круто. То есть ему будет проще. Ну, когда по пять человек в тиме, это... Ну, блин, даже если я выиграл, то я думаю, что... Если стараться, можно, в принципе, апать такие трофеи. Но это задротство лютое. Потому что я выиграл всего лишь одну катку. И это плюс три кубка. А стоит ли мне один раз проиграть? Это минус 12, да, примерно? Представляете? Десять минут подбора и минус 12. И потом тебе, чтобы эти четыре катки... Двенадцать кубков вернуть, тебе надо сыграть четыре катки. А это целый час. Ааа, жесть. То есть, блин, ну трэш. Не знаю. Мне не по кайфу подобным заниматься. Я бы не смог. Ну, вот видос записать на таком аккаунте, конечно, прикольно. Потому что... Ну, сами подумайте. Сколько время и усилий надо тратить, чтобы вот... Лапнуть такие трофеи. Это реально надо лютым задротом быть. Тем более, опять же, в шеде я не понимаю. Тут же, ну, много чего зависит от рандома. Но вдруг тебя закрысят. Ну, опять же, пассивочка, пассивочка. Минус панда... Эээ, минус Нита. Так. Минус Леон. И остается панда. Ну, смотрите, она может Мишку сейчас выпустить. Ну, хотя, что тут Мишка? Ну, убьет он ее. Так. М-да. Так. Татыши, конечно, урон у него дикий. Хотя 890 хп оставила Нита, с учетом того, что две банки разница. Плюс 5 трофеев. Друзья, ну, невероятно. Круто. Ты считай, прикольно. Профиль 16600 на бите. Я сделаю скриншот. Короче, на данный момент этот парень... Стоп. Бойцы, господи. Я в начале, ребят, тупанул. Короче, я в начале ролика вам показал местный топ, а не топ мира. Сорян, друзья. В топе мира он до сих пор на первом месте. И разница уж не такая большая. Потому что разница была с местным топом 300 трофеев. Сорян, я туплю. У меня просто очень болит голова. Друзья, ну, в любом случае, он в топе мира на данный момент. Поэтому поддержите. Посмотрим до конца сезона, сколько он апнет. Если апнет еще больше трофеев, я, может, еще один видос запишу, если вам это интересно. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что со мной. Спасибо, что поддерживаете. Не болейте. Чаще улыбайтесь. И хорошего вам настроения, друзья. Скоро увидимся. До новых встреч. Пока. Продолжение следует.